Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе области сегодня 31 января. В Омске закончено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 27-43 лет. По версии следствия, подельники представлялись сотрудниками наркоконтроля и грабили омичей. Наши корреспонденты продолжат тему. В захвате участвовал спецназ ФСБ. Предполагалось, что обвиняемые вооружены. Задержали их летом прошлого года во дворе жилого дома в Центральном округе. А теперь мы просим убрать от телеэкранов детей. Следующее видео не для слабонервных. На кадрах один из обвиняемых – Руслан Алехин. В перчатках и балахоне с молотком в руках нападает на человека. А-а-а! Помогите! Помогите! А-а-а! Помогите! Убиваю! А-а-а! Похождения злоумышленники записывали на камеру, видео хранили у себя дома. По версии следствия, Алехин и его сообщник устраивали рейды по злачным местам – как на улице, так и в домах. Представлялись сотрудниками наркоконтроля и заявляли своим жертвам, что борются с распространением запрещенных веществ. При этом избивали и отбирали деньги, телефоны, драгоценности, бытовую технику и даже одежду. Всего зафиксировано 10 эпизодов, но полицейские не исключают, что пострадавших больше. Люди до сих пор боятся. Преступления совершали с особой жестокостью. Одному из потерпевших причинен тяжкий вред здоровью. У него множественные переломы, в том числе черепа. Что это у тебя в руке? Спас. Где ты его взял? Убезтили. Вину фигурантов подтверждают показания более чем 50 свидетелей, результаты 20 опознаний и очных ставок, экспертизы, изъятого холодного оружия и судебно-медицинские экспертизы, а также обнаруженные в ходе обысков видеозаписи, которые при нападениях производили сами обвиняемые. Кроме того, на квартирах были изъяты паспорта трех потерпевших, пластиковые строительные стяжки, используемые для ограничения подвижности потерпевших, маски и часть похищенного имущества. Уголовное дело заведено по двум статьям «Разбойное нападение и грабеж». И вот интересный факт. Как следует из материалов, преступления произошли в 2014 году, а в 2016 один из обвиняемых, Алёхин, пытался стать депутатом. Он баллотировался в законодательное собрание. За месяц до задержания выступал на митинге, рассказывал о коррупции при уборке снега и требовал от властей улучшить жизнь россиян. Теперь за нападение на наркозависимых амичей ему и его подельнику грозит до 15 лет лишения свободы. Всем спасибо! Свободу России! Свободу всем нам! В Омске разгораются разборки в стиле бандитских 90-х. Амич предъявил бывшей супруге иск по договору займа на 54 миллиона рублей. Женщина это требование не признала, после чего неизвестные подожгли ее магазин. И вот, как показала экспертиза, сам договор имел признаки подделки, после чего истец в суде отказался от своих претензий, но дело на этом навряд ли закончится. Бывшая супруга вместе с родственниками сейчас вынуждена скрываться в другом регионе, опасаясь расправы. Подробности этой истории в нашем сюжете. В конце декабря в Октябрьском округе горел торговый комплекс. В три часа ночи неизвестные разбили в здание окно и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Значительный ущерб понесли арендаторы и владельцы комплекса. Выяснилось, что до этого инцидента собственники здания получали угрозы от неустановленных лиц. Сейчас семья предпринимателей вместе с детьми и пенсионерами вынуждена скрываться в другом регионе. Одна из соучредителей предприятия Александра Гальцова рассказала по скайпу, с чего все началось. Со слов Амички, бывший муж требует с нее через суп 54 миллиона рублей по договору займа. В апреле 2017 года, когда я пришел ко мне с требованием выплатить ему 20 миллионов, которые фактически он мне не занимал, он сказал, что мы не договоримся по-хорошему, то я устрою тебе жизнь как в кино. Далее он подал в суд уже на 54 миллиона и предлагал нам закрыть этот вопрос во внесудебном порядке. Он предлагал подписать договор о реструктуризации займа на 32 миллиона. Мы отказались, пошли в суд. Суд назначил экспертизу. И ровно через 6 дней после этого на пороге у моей мамы оказалась 5-литровая банка с бензином и фитилем. На следующий день после этого мы вынуждены были уехать из города в целях своей безопасности. А еще через 20 дней был совершен поджог нашего здания. Женщина утверждает, что никакого договора она не подписывала, а документ является сфальсифицированным. Предпринимательница считает, что это вымогательство. В ходе судебного заседания договор был отправлен на экспертизу, чтобы установить подлинность подписи Амички. Александра Гольцова вместе с ребенком и родственниками сейчас скрывается в другом городе. Ее интересы в суде представляет доверенное лицо. Впрочем, и сам, естественно, заседание не приходит, а его адвокат отказался давать какие-либо комментарии. И вот суду были предоставлены результаты независимой экспертизы документа договора займа. Исследование показало, что подпись Александра Гольцовой на листе подлинная, но появилась она намного раньше, чем был напечатан сам текст. Согласно заключению эксперта, подпись на договоре 27 февраля 2014 года, сначала на документе была нанесена подпись, впоследствии был нанесен текст путем напечатания. Соответственно, можно сделать вывод о том, что был взят пустой лист с подписью Александра Владимировна, и на нем после чего был нанесен текст, который необходим. После того, как экспертиза подтвердила, что документ поддельный, бывший муж направил в суд письменный отказ от своего иска. Однако на этом история противостояния бывших супругов навряд ли закончится. Александра Владимировна, есть опасение, что у исца на настоящий момент имеются иные документы или листы с подписью Александра Владимировна, которых возможно распечатать любой текст по его усмотрению. Такие сомнения у моего доверителя имеются. Сейчас Александра Огольцова сожалеет, что была так доверчива. Кстати, поддельный договор был подписан 28 февраля 2014 года, а за день до этого бывший муж без объяснения причин собрал вещи и ушел из семьи, оставив трехмесячную дочь. Последние три года семья предпринимателей провела в противоборстве с бывшим супругом дочери. Дело дошло до угроз и поджогов, пока Александра и ее близкие боятся возвращаться в Омск, опасаясь расправы. За минувшие сутки в городе произошло несколько крупных пожаров. Так накануне в 7 вечера на улице Ростовской спасатели тушили сарай площадью 100 квадратных метров. Пламя локализовали через 20 минут и не дали перекинуться огню на жилой дом. В результате происшествия пострадал 36-летний мастер по изготовлению памятников. Он получил 75% ожогов тела. До 10 часов вечера сотрудники МЧС находились на месте ЧП, проливая пожарища, после чего уехали в часть. А спустя полтора часа поступил сигнал о возгорании двухэтажного дома, расположенного рядом со сгоревшим сараем. К прибытию спасателей коттедж площадью 200 квадратных метров был полностью охвачен огнем. Пламя уже успело перекинуться на хозпостройки и общая площадь поражения составила 800 квадратов. И домы, все хозяйственные строения полностью уничтожены. Так выяснилось, в помещениях работало частное предприятие по изготовлению памятников. Из-за чего произошло возгорание, определит экспертиза. А сегодня в 9 утра поступил вызов с улицы Емской. Здесь горел двухквартирный дом. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Возникла угроза перехода пламени на соседние здания. На месте работали 43 спасателя на 11 машинах. Соседи рассказали пожарным, что внутри может находиться женщина. Однако у дома уже обрушилась кровля и попасть внутрь было невозможно. После тушения обнаружили тело пожилой хозяйки. Причины возгорания пока неизвестны. В Омске полицейские задержали воровку-карманницу со стажем. Рано утром в дежурную часть обратилась 30-летняя Мичка с заявлением о краже кошелька из сумки. Женщина садилась в маршрутное такси, когда к ней сзади пристроилась незнакомка. Потерпевшая не почувствовала, как был расстегнут замок. В кошельке лежали 900 рублей, банковские карты и золотой кулон. Оперативники показали Мичке фотографии ранее судимых за подобные кражи. И на одном из фото женщина разглядела свою попутчицу. Подозреваемую задержали в тот же день по месту жительства. Я подошла к маршрутному такси, 503 номер. Девушка подошла, у нее была сумка. То есть на руке висела полпакет. Я подошла, как бы маленько к ней поближе и достала кошелек. Задержанная рассказала, что 900 рублей потратила, а кулон и карты оставила себе. Как выяснилось, подозреваемая занимается подобным ремеслом с 2013 года. Ранее она уже была судима и вышла из колонии два года назад. В городском отделе полиции номер 10 было возбуждено уголовное дело по пункту Г, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть кража из ручной клади, находящейся при потерпевшей. Санкция за данную статью предусматривает 5 лет лишения свободы. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте Антенны 7, а также в группе «Жесть» ВКонтакте. Всего доброго и помните, что «Жесть» это не только лист металла, но и то, что иногда случается с нами в повседневной жизни.